меня зовут яна и это моя история я родилась узбекистане но выросла в новосибирске и приехала в америку вот уже скоро 10 лет назад это был 2007 год и 2007 году весной я приехала уже с дочками жить навсегда но до этого я оказалась в америке с целью узнать побольше о рекламе рекламном бизнесе это был специальный семинар рекламный маркетинговый и мне очень понравилось калифорнии я влюбилась сан-франциско и я просто через три месяца после того как вернулась в новосибирск я собрала вещи и приехала я почувствовала некую свободу в америке и поэтому мне захотелось эту свободу подарить своим дочкам мою старшую дочь зовут ксения мою младшую дочь зовут анастасия мне показалось что для них откроется больше возможностей в плане карьеры они смогут проще построить свою личную жизнь потому что в этой стране для женщины намного больше прав и возможностей вообще было много сложностей с которыми надо было мужественно справляться и две дочери которых я взяла на себя ответственности перевезла их в америку а с одной стороны они являлись большой поддержкой для меня а с другой стороны я все время переживала о том что вдруг вообще ничего не получится и что тогда как я буду смотреть им в глаза моей младшей дочери было восемь лет старший на тот момент было 20 я делала все для того чтобы они чувствовали себя уверенными я говорила им об этом каждый день я думаю что большой ошибкой было отдать мою младшую дочь в русскую школу тогда когда мы приехали потому что я думала что я таким образом ей помогу освоиться и осмотреться по сторонам так скажем и выучить быстрее английский язык а получилось наоборот то что я пошла в русскую американскую школу барьер вот этот был языка я не могла как разговаривать с детьми моего возраста и надо мной дети смеялись потому что я не говорил по-английски они передо мной сказали по-английски и у не было друзей и новая страна абсолютно и конечно мы очень страшно я ее перевела быстренько в американскую школу и все пошло совершенно естественным путем как только перешла в американскую школу я выучила язык очень быстро и конечно все стало очень легче но она успела пережить большой стресс и у нее появились даже комплексы и она очень сильно переживала в общем то для нее это оказалось большим испытанием есть мы вместе переживали по этому поводу много говорили все трудности которые мы здесь пережили они больше связаны все таки с языковым барьером но мы справились мы преодолели эти все трудности благодаря тому что мы были вместе мы смогли пережить этот тяжелый момент нашей жизни и в общем то эмиграции я думаю для всех это очень сложная я помню когда первый раз увидела сан-франциско большой город такой красивый и природу и конечно самых добрых людей которыми я когда-то встречалась сан-франциско для меня был первым американским городом в котором я вообще оказалась и он меня впечатлил своей какой-то энергией безумной меня вот это все просто восхищала вот насколько американцы умеют сохранять то что им принадлежит я мечтала там жить и я по-прежнему люблю этот город но как только я однажды оказалась сан-диего я поняла что город моей мечты это именно город сан-диего и конечно же такая случайная возможность переехать туда она была просто для меня большим подарком судьбы она хотела приехать сан-диего самый последний год школа 12-12 классе перед началом а я была в многих клубах его вице-президентом мэр клуба роботикса к сожалению но и жить и мне надо было остаться мне нравится этот город я его люблю мне нравится этот климат мне нравится какой он чистый красивый я живу сангазе и я работаю и учусь я очень занята я сейчас работаю как 3d аниматор я учусь диэнса колледж и я учу компьютер сайт я являюсь основателем владельцем и главным редактором журнала горожанка здравствуй дорогая ты знаешь у меня к тебе такой вопрос то что ты меня отправила мне совершенно не устраивает а почему то что ты сделала это это совершенно не то что я тебя просила мне не нравится мы не гламурное издание мы социальный проект хорошо тогда я посмотрю что можно исправить у нас дедлайн я бы очень хотела чтобы ты поторопилась у нас просто уже совершенно нет времени завтра журнал должен уходить в печать мы не можем ждать уже я стараюсь все я очень буду ждать от тебя уже готовый материал мне очень важно чтобы выполнила то что я тебя просила россии у меня было рекламное агентство последние годы я работала сотрудничала журналом космополитен сибирь и это тоже наверное положила какой-то отпечаток на том что я в принципе решилась издавать журнал горожанку все дело в том что тогда когда я приехала в америку я гуляю по русским улочкам и русским магазинчиком я не увидела ни одного женского журнала и у меня появилась такая идея создать свой собственный журнал я запатентовала этот знак и я открыла журнал и сначала был два раза ровно два раза меньше чем он сейчас ну конечно же я я никакого отношения к журналистике не имела и мне это было сложно все ошибки которые я совершала это были мои ошибки на них я училась и сейчас я могу уже наверное научить других как издавать свои собственные журналы потому что я все прошла от а до я и все мои слезы и все мои ошибки и все мои успехи это все полностью моя работа девять лет назад вышла первая горожанка но это была очень красивая такая презентация в сан-франциско русском ресторане в ресторане сидели достаточно известные люди бывший мэр сан-франциско а потом уже позже были приглашения на показы стелла маккартни потом уже позже я делала интервью с конгрессменом это все уже было дальше но начиналось все совершенно совершенно стихийно до сих пор для меня загадка какие-то могла сделать но это случилось концепция журнала такова это в общем-то все о любви о красоте семье детях конечно же здоровый образ жизни который я пропагандирую конечно же спорт интервью с интересными людьми творческих профессий и людей бизнесом знакомство с теми людьми которые приехали в америку также как я и которые смогли заслужить уважение в обществе и достичь чего-то что мне нравится в америке это что у всех есть шанс быть счастливыми и успешными я бы хотела стать инженером компьютером или математиком потому что очень математику люблю конечно изначально вся концепция каждого номера это я то есть я создаю идею очередного номера начинается он естественно вся работа начинается с обложки на обложку могут попадать женщины чего-то достигшие в этой жизни и это тоже нелегкая работа с каждым лицом с обложки я делаю интервью сама и в общем-то все этим очень довольны и мне само это очень нравится я думаю нет не надо лишнее движение не тело все снимается сейчас да попробуй может быть попробовать попробовать с наружкой да вот можешь вот так сделать на эту вот так вот так вот так да да чуть-чуть волосы подбородок чуть-чуть не не так сильно и чуть-чуть голую сторону глаза на меня у нас несколько дизайнеров с которыми мы тоже мы выбираем с кем работать в данном случае одного лучше получается верстка рекламы у другого лучше получается верстка статей то есть всю верстку я веду полностью сама работе с дизайнером да ну вот мы сейчас смотрим как раз с ольгой обложки смотрим предыдущие журналы пытаемся определиться с концепцией ты знаешь фотографию которую я тебе отправила она мне в общем то нравится но я бы немножечко убавила там света она слишком перенасыщена светом я думаю по поводу вообще самого логотипа на обложке и текста попробуй поэкспериментировать у тебя обычно хорошо получается в этом плане хорошо ладно сделаем да мне нужно несколько вариантов чтобы чтобы мы с ольгой могли выбрать ой ну вот ты посмотри как на твой взгляд тебе как ты себя представляешь уже каким-то образом уже знали мне очень нравится только мне не нравится голубой я думаю что я не хочу быть в голубом цвете потому что я буду очень бледная ладно если что да буду ждать пока все пока ян а интервью будет в середине где-то да журнала нет интервью обычно на первых страницах на первых да на первых страницах журнала то есть у нас сначала читайте в номере несколько страниц рекламы потом читайте в номере а потом уже интервью с лицом с обложки хороший вопрос так и кстати интервью у нас бывает на двух языках вот таким образом это происходит очень долгая каждый день по много часов работа перед тем как вот этот красивый журнал уходит в типографию в печать и весь материал который уходит в результате в печать это многочасовая редакция коррекция и и прочие вещи и тогда уже получается такая конфетка такая красивая конфетка названием горожанка сделаем хорошую спасибо тебе спасибо за такую хорошую работу ты была настоящей моделью спасибо журнал горожанка абсолютно уникальный проект и уже так всеми признанный в российском посольстве Наталья Михайловна Кисляк делала презентацию журнала горожанка в резиденции в честь 8 марта я прилетала в Вашингтон и я поздравляла всех женщин и рассказывала им про свой любимый журнал кроме того в русском культурном центре тоже делали большой праздник тоже посвященные горожанке почему потому что это действительно единственный журнал для русскоговорящих женщин в Америке мне очень важен русский язык и моя культура и потому что я очень люблю свою страну и я очень стараюсь сохранить эту вот часть меня конечно с времени понимаю то что у меня язык уходит ну я стараюсь его сохранить я стараюсь читать общаться я со всеми дружу в принципе у меня достаточно такой баланс есть с американскими с русскими я не это не важно для меня свободное время это океан это побережье это все что прилегает рядом я бесконечно могу там гулять бегать отдыхать читать но конечно же мне очень нравится проводить время с моими друзьями мы организовываем какие-то тематические вечера привозим музыкантов из других городов Америки и таким образом получается что собирается группа людей у которых общие интересы и и нас становится все больше друзей мы хорошо проводим вместе время мои друзья в основном русскоговорящие ну так уже сложилось в любом случае я скучаю по по родному языку и поэтому я стараюсь конечно побольше общаться со своими так скажем согражданами это люди разных профессий но в основном люди бизнеса потому что в любом случае мне конечно интересно общаться с собственниками бизнеса потому что я могу чем-то поделиться они могут мне что-то посоветовать то есть у нас есть общие интересы ну давайте чокимся давайте чокимся за удачу нашего агентства бизнеса за удачу во всем всегда и везде любимое хобби моих дочерей это мотоциклы они катаются в силиконовой долине они уже в каких-то клубах состоят специальных у них много общих интересов в этом плане есть Сан-Франциско, и она программист. Я часто к ней приезжаю. А ты как часто на своем меняешь масло? Каждый в две тысячи минут. Я тоже. Я обычно синтетическое использую. Ксюша, муж, только увлекался мотоциклами, и вот она посмотрела на него, и вот увидела, как это классно, и тоже захотела. Как только мне исполнилось 18 лет, я взяла себе мотоцикл тоже. Я научилась кататься по классам. Я специально в классы ходила, и меня там научили. Ксюша тоже помогает. Друзья тоже помогают. Я предпочитаю кататься с сестрой. Мы любим кататься по горным дорогам. С Ксенией у нас очень хорошие отношения. Она моя близкая подруга, и я всегда спрашиваю ее о советах. И мы с ней очень близкие. И мы пытаемся проводить очень много времени вместе. Мы очень любим готовить и смотреть кино, и вместе кататься на мотоцикл. Наша мечта – поехать в Талант и кататься там на мотоцикл. Моя мама не строгая. Моя мама все очень понимает в моей жизни, потому что она была подростком какое-то время назад. И она понимает, и я с ней могу общаться как с подругой. Привет, девочка моя. Как дела у тебя? Хорошо, как тебя. Все хорошо тоже, спасибо. Чем ты сегодня занималась? Я сегодня на мотоцикл каталась. А-а-а, а так вон там у тебя горка там одета как раз, на мотоциклетная, да? Ага, да. Красивая. Как у тебя дела на работе, скажи? На работе все хорошо, занято очень. Ну ладно, девочка моя, я тебя люблю, я тебя целую. Скучаю по тебе сильно. У тебя дружески с нами быть. Ты моя сладкая. Пока. 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 Есть такие поступки, которые воспитанные люди никогда не делают. Какие это поступки? Аня? Воспитанные люди, которые знают этикет, никогда не распространяются люди, не произносят плохие слова, не хвастаются, не опаздывают и не жалуются. Молодец. Николь. По этикету нужно уважать время других людей и нужно говорить о важных и интересных мероприятиях. Молодец. Окей. Идея школы этикет, она как-то все время витала где-то в воздухе. Как нужно говорить с комплиментами? Кто мне скажет? Алина. Глаза искренне, с улыбкой, без листья. Спасибо. Аня. Нужно уметь замечать какие-то особенные вещи, это особенно приятно. Почему я об этом задумывалась все чаще и чаще? Потому что я с этим столкнулась даже, в общем-то, на примере своих детей. Я просто видела, что детки, которые родились здесь или которые приехали сюда маленькими, они теряют то самое главное и ценное, то, что есть в нашей родной культуре. Это все-таки умение красиво сервировать стол, умение одеваться со вкусом, умение правильно себя вести за столом и в обществе. Я сказала про то, как приветствовать, да, когда вы приветствуете лично, естественно, вы смотрите в глаза, когда вы отвечаете по телефону, вы не можете смотреть в глаза, но это всегда слышно то, как вы отвечаете. Всегда слышно, если вы отвечаете с улыбкой и доброжелательно. Я решила попробовать. Я, ну, естественно, это была долгая работа, я перелопатила просто море материала, потому что вся информация в интернете, которую я нашла, она была, в общем, достаточно тяжелая для того, чтобы ее могли усвоить дети. И я переработала ее, сделала ее более простой, потому что я считаю, что такие вещи, как, в общем, этикет, они должны быть доступны для всех людей. Ну, в принципе, у меня занятия получаются примерно раз в месяц, в полтора месяца. Сейчас, я так понимаю, школа этикета перерастает уже во что-то большее. И многие города Америки, люди, представительницы этих городов нашли меня сами. Я даю периодические объявления, и они находят меня, и я общаюсь. И кроме того, что я их учу этикету, я нахожу новых друзей таким образом. Мне тоже это очень нравится. Ой, мама! Привет! Такой тебе сюрприз! И не ожидала, что приедешь. Ты рада? Да, конечно. Моя мама сюда приезжает гораздо чаще, чем я могу к ней попасть. Мы встречаемся где-то один раз в месяц. Я бы хотела больше видать с моей мамой. Ну, ты в курсе, что плов невозможно испортить лишним луком или чесноком, да? Я стараюсь при любом удобном случае приехать к ней и к Ксении, к старшей дочери, конечно, тоже. Когда мы собираемся вместе, мы готовим русскую еду, мы смотрим русские фильмы, мы слушаем русскую музыку. И это как бы ностальгия, которая нас объединяет, и нам это очень нравится. То, что мне очень нравится, то, что мои дочери считают себя русскими и гордятся этим. Но при этом они гордятся тем, что они живут в этой стране и всегда, всегда с уважением говорят об этой стране. Я считаю себя вполне самодостаточным человеком и женщиной, и счастливой женщиной. И я счастлива с тем, что я получила. Я к этому долго шла, много работала. И у меня очень много планов, с которыми я засыпаю, просыпаюсь. Наверное, самое лучшее, что есть в моей жизни, это мои друзья, мои дети, моя любимая работа и мой любимый город Сан-Диего. Мне бы очень хотелось, чтобы мои дочери были счастливыми женщинами. Мне бы очень хотелось, чтобы они были любимыми. Хотелось бы, чтобы рядом с ними были настоящие друзья, чтобы они жили там, где им нравится. Жили долго и счастливо. И, по возможности, находили побольше времени, чтобы проводить его со мной. Я думаю, что мечты моих дочерей, они уже намного современнее, чем мне, наверное, хотелось бы. Я мечтаю о путешествии по миру и проводить больше времени с моей семьей. Потому что у меня, к сожалению, нет этого времени. Мне тяжело представить переезд в Россию, потому что я так долго здесь живу, в Америке. Ну, интересно было пробовать бы, экспериментировать в городах разных. В России живет мой дядя, тетя. Я бы хотела больше видаться с моими родственниками в России. Но, к сожалению, дистанция – это барьер с этим. Мне нравится то, что здесь у каждого человека есть такая возможность реализоваться. Я, на самом деле, благодарна этой стране за то, что она дала такой шанс и мне, и моим детям. Я считаю, что это большая возможность для того, чтобы осуществить свои мечты, которые, возможно, ты с детства лелеял, но не мог этого сделать. Я всегда чувствую, что Америка дает мне уверенность в завтрашнем дне. И мне, как женщине, дает возможность зайти в любые двери и сказать свое мнение. А для меня это очень важно. Америка дает мне уверенность в будущем. Америка дает мне уверенность в будущем.